В эфире служба новостей Саров 24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Успеть купить выгодно. В Сарове сохраняются льготные ставки на ипотеку. Потопы без дождя. Пионерскую улицу затопило из-за аварии на сетях водоснабжения. Горячая пора. Как собрать ребенка в школу и не разориться? Далее расскажем обо всем подробно. Курс доллара и евро бьет новые рекорды. Сбербанк на 0,8 пунктов поднял ставки по базовым программам ипотеки. Между тем, Саров лидирует в регионе по стоимости квадратного метра на вторичном рынке. Она достигает 140 тысяч рублей. И понижение цен точно не предвидится. Но есть и хорошая новость. В нашем городе пока продолжают действовать лояльные ставки на ипотеку. Подробности далее. Дороже, чем в Нижнем Новгороде. Оценку средней стоимости квадратного метра жилья в регионе представило Министерство градостроительной политики Нижегородской области. И цифры там совсем нерадостные для саровчан. Цена на вторичку у нас лидирует. Если в областном центре квадратный метр в среднем обойдется в 135 тысяч рублей, в Сарове стоимость достигает почти 140 тысяч. И экономическая ситуация в стране показывает, что снижение цен не предвидится. Курс доллара и евро ежедневно бьет рекорды. А ведущие банки повышают кредитные ставки. Так Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотеки на 0,8 пункта. Теперь минимальная ставка составит 11,7%. В банке уточнили, что изменения затронут всех клиентов, в том числе самозанятых. Но есть и хорошие новости. Саровчанам доступна ипотека от 4% годовых. В Сарове можно купить квартиру или тонхаус на специальных условиях. Саровинвест совместно с банками-партнерами предоставляет программу льготного кредитования. Это от 6% годовых господдержка ставка для всех желающих, 4% годовых для семейных пар, то есть это семейная ипотека, и от 3% это айтишная программа. Все эти ставки действуют на весь срок кредитования. Как долго удастся сохранять льготные ставки по ипотеке в компании Саровинвест не уточняют. Поэтому если вы планируете купить жилье на выгодных условиях, спешите. Вся информация в офисе продаж Торговый центр «Атом», 5 этаж, телефон 59917. Полноводные ручьи побежали по Пионерской 9 августа. Причина не в ливнях, а в аварии на сетях водоснабжения. Залило подвалы местных домов и их обесточили. А из кранов горожан потекла грязно-коричневая вода. Ручьи потекли по улице Пионерской 9 августа в районе трех часов дня. Постепенно потоки расширялись и увеличивались. Вода скопилась в подвалах соседних домов. Их пришлось обесточить. По словам очевидцев, без света местные жители оставались более шести часов. Причина ЧП – аварийное повреждение трубопровода на Пионерской, сообщили в МОП «Горводоканал». В нескольких домах отключили подачу холодной воды. Во многих домах наблюдается снижение давления. В социальных сетях саровчане делятся фото и видео. Из кранов по всему городу течет грязно-коричневая вода. Специалисты приступили к устранению последствий аварии и провели все работы первой необходимости вечером 9 августа. Восстанавливать подачу воды в отключенных домах будут в течение суток. А на полную нормализацию водоснабжения понадобится 1-2 дня, рассказали в Горводоканале. Бесплатно отправить бойцу СВО письмо или посылку весом не более 10 килограммов через отделение Почты России могут жители Нижегородской области. В отправлении необходимо указать адрес 103-400, город Москва, 400, а также номер воинской части. Адреса воинских частей можно узнать у самих военнослужащих или военных комиссариатах по месту призыва. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Предпосылок для роста цен на продукты в России нет. На некоторые категории они могут даже снизиться уже осенью. Об этом рассказали в Минпромторге. С учетом сезонных факторов окончания сезона отпусков, дачного и шашлычного периодов, цены на некоторые виды товаров получат тренд к понижению, подчеркнули в ведомстве. Компенсирует стоимость обучения детей многодетным нижегородским семьям. Господдержка распространяется на среднее профессиональное образование. В частности, семьям с тремя детьми компенсируют одну треть стоимости обучения ежегодно. Семьям, где четыре ребенка и более, вернут половину стоимости обучения в год. Однако размер компенсации за одного ребенка не может превышать 30 тысяч рублей за 12 месяцев. Кроме того, если ребенок учится на очной форме обучения, то мера поддержки распространяется и на совершеннолетнего до достижения 23 лет. При этом он должен быть иждивенцем. Постановление регионального правительства начнет действовать уже с 1 сентября. Масштабные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в Нижнем Новгороде 19 августа. Нижегородцы и гости столицы Приволжье смогут насладиться выступлениями любимых артистов, поучаствовать во флэшмобах, конкурсах и мастер-классах. В обширной развлекательной программе будут задействованы площадки в каждом районе города. Но ключевой точкой празднования станет площадь Минина и Пожарского. Купить школьную форму детям дело непростое. Искать подходящую одежду можно долго, но со следующего года выбирать ее будет гораздо проще. Школьную форму будут шить по ГОСТу. Требования касаются тканей. Они должны тянуться, медленно изнашиваться, а кожа в них дышать. Пробные модели отшивали на фабриках, а дети их уже протестировали на прочность. Учились, бегали на переменах и мастерили на уроках труда. Эксперимент продолжался три года. По ГОСТу в комплект формы входит блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Одежда будет делиться на повседневную и торжественную для мальчиков и девочек. Покупать ГОСТовскую форму не обязательно, но можно ориентироваться на стандарт при покупке. Еще одна важная составляющая школьного набора – рюкзак и концтовары. До 1 сентября осталось меньше месяца. Родители будущих первоклассников обходят магазины в поисках рюкзаков, ручек и тетрадей. О том, где выбирать качественные концтовары без ущерба для бюджета, расскажем в нашем репортаже. Подготовка ко дню знаний начинается задолго до наступления осени. Покупка школьной формы и концтоваров становится главной задачей для родителей. Если у них первокласска, шоппинг и вовсе превращается в квест. В этом году цены на концтовары выросли. Но на 2,5-3 тысячи рублей собрать основные принадлежности реально, без учета самой дорогостоящей покупки – рюкзака. Грамотно подобрать один из главных школьных атрибутов и не разориться помогут консультанты магазина «Скулхаус». Во-первых, надо смотреть, какого телосложения ребенок. Если ребенок крупненький, можно, конечно, и побольше взять. Сейчас они все рюкзаки идут. Есть меньше 700 грамм, есть до килограмма. До килограмма, по сути, подойдет всем. Рюкзаки есть ортопедические, все планки у них меняются, поднимаются, опускаются, и под спину любого ребенка все можно подобрать и подрегулировать. Потому что он будет находиться с утра до вечера с этим рюкзаком, чтобы было все удобно. И такие рюкзаки сейчас после что в них ничего не мнется. Они каркасные. В современных рюкзаках основное отделение очень большое. В него поместятся все учебники, тетрадки и даже гаджеты. Для всего этого есть специальные органайзеры, которые помогут зафиксировать, к примеру, телефон и ключи. В магазине Schoolhouse представлен большой выбор портфелей для начальных и старших классов. Здесь же вы найдете все наполнение – тетради, пеналы, ручки и карандаши на любой вкус. Несмотря на использование в школах электронных дневников, печатные до сих пор пользуются спросом. Некоторые учителя, некоторые дети все-таки их покупают. И покупают все равно много. В основном записывать удобно, когда интернет у кого-то не работает. И дети привыкают лучше, когда пишут. А дневники тоже выбор у нас есть, хороший. С начала июня Schoolhouse переехал с 4-го на 3-й этаж торгового центра «Атом». Теперь пространства стало больше. Кроме школьных принадлежностей, в магазине можно найти товары для офиса и творчества, игрушки для детей и подарочные наборы. Если какого-то товара нет в наличии, привезут на заказ. Все необходимые товары для школ и работы дома в одном месте. Магазин Schoolhouse работает ежедневно с 10 утра до 9 вечера. В торговом центре «Атом» 3-й этаж. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Лето, чтобы весело отдыхать. Каждую среду в парке на улице Сосина проходят развлекательные программы для детей. На этой неделе ребят ждал праздник Нептуна. Конкурсы обливания водой пришлись как нельзя кстати в жаркие дни. Присоединилась к веселью и наша съемочная группа. Праздник День Нептуна родился из интересного обычая. Прежде чем пропустить через экватор корабль, бог морей и океанов крестил новичков при помощи воды. Ребята и руководители детского мюзикла БИС совместно с сотрудниками парка решили провести Саровский День Нептуна. Дети все знают, кто такой Нептун, что это царь морей, властитель дельфинов, рыб и всего прочего морского. И соответственно, что игры с водой для детей тоже очень полезные. Не всегда успевают дети поиграть где-то с водичкой, особенно когда в парке много народу. Во-первых, показать, какие игры могут быть с водой, что можно с ней. Не просто покупаться, поплавать или попить, а еще можно и поиграть. Роли Киане и дочери Нептуна досталась воспитанница детского мюзикла БИС Алисе Гладковой не случайно. Как признается Алиса, она самая взрослая и ответственная в коллективе. Гости праздника участвовали в викторинах, пели песни, играли в игры. Но больше всего ребятам понравилось обливаться водой. Мы сегодня очень повеселились. Мы играли с водой, проходили эстафеты и жемчужинки. Ловили и рыбу. Веселились. Больше всех мне понравилось обливаться водой. Понравилось, когда водой начали окатывать. Там сначала ты такой стоишься, что ты такой, с чего, с там, пищи водой, все. Неожиданно, да, было? Да. Праздники в детском парке на улице Сосина проходят каждую среду в 18.00. На них приглашают всех желающих. Следующая программа будет посвящена яблочному спасу. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Тёмный, светлый, чистый, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов мёда урожая этого года вы найдёте в торговом центре «Галактика». С 10 по 13 августа там пройдёт медовая феерия. Тёмный гречишный мёд с характерным терпким вкусом. Мягкие тягучи липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мёд акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мёд с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них каштановый мёд. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно в горах, он стручковый, они его называют, то он выделяет около 100-150 килограмм с гектара. Качество мёда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергум. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя. И попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился. Значит, не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для саровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового за полторы тысячи. Три килограмма липового за тысячу восемьсот рублей. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 10 по 13 августа с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон 8-927-064-13-90. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА